Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас ещё один вопрос из числа так называемых острых. Ну, так называемых. Действительно, их называют по глупости, называют эти вопросы острыми, потому что они довольно простые и примитивные. То есть, одна первоклассник, на него острый вопрос будет, почему дважды двадцать четыре? Ему ещё казалось, что пять. А уже тот во второй класс перешёл, уже знает, что дважды двадцать четыре. Вот примерно так же и у нас с вами эти острые вопросы. Почему церковь общается с другими религиями? Если православие – это истинная религия, а папа римский римокатолицизм ошибочный, с этим вроде мы не спорим. То почему же мы с ними разговариваем? Почему патриарх едет по папе римскому, там ещё что-то такое? Почему православные пожимают руки мусульманам, а мусульмане православным? Уж как-то это плохо. Это не плохо, а очень хорошо. Это просто прекрасно. Это прекрасно и очень важно для нас, для всех, и для православных, и для мусульман, и для всей планеты Земля. Что мы воздерживаемся от дурных чувств, что мы устраняем то зло, которое существует между народами, что мы поддерживаем все добрые начала, которые существуют между всеми людьми доброй воли, независимо от их религиозных веров. А то, что мы видим заблуждения какие-то в других религиях, мы их не скрываем. Мы знаем. Так, между прочим, и другие смотрят на нас и видят какие-то ошибки у нас. Иногда подлинные ошибки в нашем поведении. Иногда мнимые ошибки в нашем вероисповедании. Нам это тоже надо знать. И обращать внимание, если нас кто-нибудь скажет, о, русские там православные, а все пьяницы. Берем на заметку, начинаем борьбу с алкоголем, с алкогольным злоупотреблением, с алкогольным безумием. О, там, не знаю, у них там беспорядки сплошные, финансы там, не разберешь, что у них там делается. Да, берем на заметку, начинаем наводить порядок юридически в наших приходах, в наших епархиях и так далее. А если они нас пытаются обвинить в наши собеседники, пытаются увидеть в нашей вере, в нашем вероисповедании, какие-то нестроения, с их точки зрения, то что мы делаем? Углубляем свое просвещение, беремся за книги, начинаем изучать богословие и выясняем, как нам возразить на, может быть, какие-то аргументы, которые наши компаньоны, наши собеседники выдвигают против нас. Но я вас могу утешить и успокоить. Очень редко в наше время религиозные контакты, диалог, разговор с другими религиями, представителями других религий, очень редко касается богословия. В основном это социальная работа, в основном это гражданская жизнь, добросовестские отношения, информация, культура, многое-многое другое. На этом мы и остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok